Вообще я считаю себя человеком худеющим, да, это однозначно так. В моей жизни постоянно происходят какие-то периоды, когда я то худею, то поправляюсь. Я придерживалась разных диет, в том числе какая-то гречневая диета была прописана, какие-то еще штуки. Но на самом деле, то, что сейчас, в данный момент, какая диета была мне подобрана, да, это раздельное питание, она для меня оптимальна. Мне это, в принципе, нравится, мне это комфортно и мне это подходит. О совместимости продуктов говорят и пишут много, а вот тех, кто применил бы все эти знания на практике, на самом деле мало. И дело тут вовсе не в тотальных ограничениях, которые вводит такая система питания. Их на самом-то деле немного, и не в силе воли, которой, как правило, катастрофически не хватает. Проблема в том своде правил, которые нам, в силу гастрономических привычек, выполнять довольно сложно. Тем не менее, популярная в веке 19-м теория раздельного питания с целью похудения до сих пор находит своих сторонников, как, впрочем, и противников, разоблачающих и саму идею, и ее основателя. Посмотрим, к чьим рядам в итоге примкнет наша новая героиня Ольга. Ольга, человек, привыкший мыслить и рассуждать логически, в самой идее раздельного питания не видит ничего плохого. Ведь если вилки и ложки в одном шкафу лежат раздельно, то почему бы не разложить белки, жиры и углеводы по разным тарелкам и не употребить их в разное время? И еще есть в такой системе питания определенный плюс. Во время всевозможных диет люди, как правило, ограничивают употребление тех или иных нутриентов. Здесь же есть можно все, но только в сочетании с определенным набором продуктов. Идея раздельного питания принадлежит такому диетологу по фамилии Шелтон. Связано это было с тем, что автор теории предполагал, что для усвоения белковых продуктов необходима именно кислая среда, для усвоения углевод, содержащих продуктов, необходима щелочная среда. Итак, первый прием пищи и первое разочарование. Ольга не представляет завтраков без молока. Это обязательный продукт, который присутствует в ее меню в это время суток. Но употреблять его в пищу с тем, что предлагает Шелтон, например, с маслом, яблоками, черносливом, по ее мнению, просто невозможно. Да и вообще Шелтон считал, что человек вполне может обойтись без молока. Он говорил, что этот продукт практически не перерабатывается организмом, а следовательно, пользы от него нет. На самом деле, да, это тот продукт, который абсолютно не усваивается ни с чем другим. Есть единицы продуктов, которые нельзя совмещать. И даже, как мы все привыкли пить кофе с молоком, это абсолютно два несовместимых продукта. Потому что молоко, оно сворачивается, а если присутствует еда, оно ее обволакивает, и процесс усвоения становится очень долгим. Любая система и свод правил загоняют в рамки и портят настроение. Чтобы хоть как-то разнообразить монотонные приемы пищи, Ольга, благо что фрилансер, решила каждое блюдо вкушать в определенном месте. Вот, например, перекусить можно из-за работы. Хотя автор этой диеты был откровенно против еды на рабочем месте. Но пусть это будет небольшим ослушанием со стороны нашей героини. А вот обедать сегодня она собирается в парке. Что там на обед? Мясо, огурцы и сыр? Нет. Герберт Шелтон такое сочетание не одобрял. Согласно его теории, под запретом оказываются белки с белками, жирами и кислотами, углеводы с углеводами, кислотами и сахаром. Впрочем, большинство современных диетологов такую систему питания не поддерживают и называют ее лжедиетой. В качестве доказательства используют результаты опыта, поставленного в конце прошлого столетия. Людей разделили на две группы. Первая придерживалась меню Шелтона, вторая спокойно совмещала продукты. В итоге ни тем, ни другим похудеть не удалось. Если следовать логике сторонников раздельного питания, которые говорят, вы должны скушать, например, котлетку, а через 30 минут после этого скушать картошечку, то через 30 минут мы-то понимаем, что в желудке картошечка столь же радостно, она встретится с котлеткой, они пожмут друг другу руки, и дальше они 2-3 часа будут перевариваться вместе. Поэтому исходно это заблуждение, это ошибка. Любые углеводы, которые попадают в желудок, они не испаряются оттуда волшебным образом, а они покидают желудок спустя полтора-два часа, иногда и больше. Это чипсы. Герберт Шелтон включает их в раздел «Углеводы», а мы возьмем и подожжем их. Горят? Это свидетельствует о наличии в них не только углеводов, но и жиров, хотя в разделе «Запрещенных» они у автора не значатся. Доказано, продуктов, состоящих из одних лишь углеводов, белков или жиров, крайне мало. В том же йогурте, например, кроме белка содержится до 3,5 граммов углеводов. В самой популярной диетической гречке тоже наборы из всех известных нутриентов. Даже в огурцах и тех содержится около 4 граммов углеводов и почти грамм белка. Ну и как в таком случае человеку-худеющему придерживаться правил раздельного питания? Выбор нашей героини не просто так пал на систему питания Герберта Шелтона. Этот весьма известный в свое время диетолог мало того, что не ограничивал особо в употреблении любимых блюд, так еще и не пропагандировал одно из самых нелюбимых занятий Ольги – спорт. Он действительно полагал, что за несколько недель талия и бедра волшебным образом станут миниатюрнее. Но время идет, Оля не видит результатов. Похоже, без спортивного зала не обойтись. Но как быть, если абсолютно со всеми видами спорта человек худеющий на «вы»? Йогу называют спортом для ленивых, потому что, чтобы заниматься ей, не нужно ничего. По сути, нужно только полтора-два метра и ты, и все, и коврик. Нагрузки ты будешь получать как в спорте, адаптивные нагрузки, постепенные, от простого к сложному, наращивая, контролируя степень нагрузки, то есть не будет какой-то такой шокового состояния. Постепенно, от простого к сложному, человек учится управлять своим телом, справляться со своим, опять же, тем же дыханием, и все это приводить в синергию. Начинать лучше с незатейливых упражнений. И если поутру вам совершенно не хочется специально для этого покидать свою кровать, то не надо. Например, вы только проснулись, сделали первое упражнение, просто согнули, например, правую ногу, притянули ее к животу и увели в скручивание. Таким образом, вы пробуждаете позвоночник. Благодаря ротации у нас восстанавливается высота межпозвоночного диска. Второе – это можно упражнение, просто закинув ноги на стену. То есть, таким образом, мы стимулируем венозный отток от нижних конечностей. И третье упражнение – можно поработать с грудным отделом. Мы таким образом стимулируем надпочечники. И это, в принципе, одна из тех пост, которые являются профилактикой для работы со стрессом. Понаблюдаем за следующим опытом. Для него нам понадобится стакан и вода. Итак, через наполняющийся сосуд мы видим стрелку, которая направлена влево. Однако, по мере пребывания жидкости, изображение неожиданно предстает перед нашим взором задом наперед. Стрелка смотрит совсем в другую сторону. Также кардинально внутреннее состояние человека могут изменить регулярные занятия йогой. Асаны и пранаяма – системы дыхательных упражнений – могут улучшить функцию иммунной системы, а могут, напротив, снизить ее. Например, при аутоиммунных заболеваниях. Восстановительные йога-нидра и шавасана – техники управляемой релаксации – успокаивают нервную систему и устраняют бессонницу. Как следствие, стрессоустойчивость возрастает, усталость, напротив, сходит на нет. Кроме того, регулярные занятия йогой улучшают координацию и даже показатели IQ. Полничать Ольга предпочитает в любимом кафе. Ведь если в пищу употреблять можно практически все, то, наверное, не стоит отказывать себе в удовольствии скушать маленький кусочек торта. Шелтон советует – десерты, пирожные, пирожки, мороженое и пудинги лучше употреблять в конце трапезы. Но вот парадокс – с какими продуктами совместим торт, если он сам с собой-то не в ладу? Похоже, великий диетолог сам себе противоречит. Вроде запрещал употребление углеводов с углеводами, жирами и кислотами. А тут весь набор – и сахар, и мука, и масло, и даже клубника. Кусочек торта еще и на вечер. Ну, во-первых, торт – сложносоставляющее блюдо, где присутствуют белки, жиры и углеводы, которые мы не перекрещиваем. На данный момент туда сегодня еще и добавляют трансжиры. Там содержится большое количество сахаров, а организм, в принципе, за раз может усвоить небольшое количество сахара. То есть он возьмет свою часть глюкозы, все остальное он отложит в прозапас. Но дело сделано, торт съеден. Хотя на будущее стоит запомнить – подобными углеводными десертами лучше баловать себя в первой половине дня не чаще одного раза в неделю. И еще – диету для такого случая специалисты советуют выбрать другую. У сторонников раздельного питания всегда есть один красивый аргумент. Они говорят – вот люди, которые следуют вопросам раздельного питания, они же начинают худеть. Тут нет никакого волшебства. Просто сторонники раздельного питания начинают более качественно контролировать свой режим питания. И самое главное – они убирают перекусы. А это до 30% объема питания. Для следующего опыта нам понадобится сода, сахар и жир. Попробуем нейтрализовать каждый из этих продуктов. Сначала соду. Для этого, понятное дело, используем уксус. Сахар растворяем в воде. Ну а в жир добавим чистящее средство. Все, от исходных продуктов практически ничего не осталось. Похожие процессы происходят и в нашем организме. На самом деле, пищеварение начинается еще в ротовой полости. Продукты не успевают попасть в желудок, как организм уже посылает нужные для их переработки ферменты. Так, за углеводы, например, отвечают амилазы, за белки – протеазы, за жиры – липазы. Если человек здоров, то все, что он съел, обязательно переварится. И в этом случае нет никакой разницы, в чьей компании в организм попал тот или иной продукт. После того, как я две недели питалась в соответствии с диетой по раздельному питанию, в соответствии с правилами раздельного питания, я поняла, что особо в весе никаких подвижек глобальных нет. То есть плюс-минус один-два килограмма – это значение особо не имеет для меня. Поэтому я для себя сделала следующие выводы, что раздельное питание, его можно в принципе оставить для себя как образ жизни, на постоянном как бы основе, и мне это комфортно. А для того, чтобы похудеть, наверное, придется рассмотреть какие-то другие методы. Диета само по себе дело неплохое. Она подразумевает определенный образ жизни, который человек худеющий ведет для того, чтобы стать стройнее, красивее, счастливее в конце концов. А если кто-то переживает, что система раздельного питания не работает, спешим успокоить, в действительности это пустышка. Ее создатель Герберт Шелтон высшего медицинского образования не имел. За лженауку он даже привлекался к ответственности. Так что не отчаивайтесь, рассмотрите другой, более эффективный вариант и двигайтесь дальше. Эта диета оказалась мифом, который нам, к счастью, удалось развеять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова